У нас с будущим мужем разница 23 года, он старше. Есть какие-то правила или тонкости таких свадеб? Спасибо. Правила следующие, тонкости следующие. Если муж старше на много лет, то, скорее всего, его гости, его друзья тоже старше на много лет. Поэтому, когда вы будете согласовывать программу с ведущим, нужно обязательно вот этот момент учесть. Потому что ведущий первым делом спрашивает, какой средний возраст гостей. Как и организаторы, как и все участники, которые будут с вами работать, ваши подрядчики, они будут спрашивать, какой средний возраст, кого мы ориентируемся. Одно дело, когда человеку 20 лет, в принципе, разная весовая категория. Хотя, в принципе, хотя может быть такое, что в 45 человек гораздо веселее, активнее, чем в 20 лет. Потому что 20 лет у него там, я не знаю, он переживает из-за чего-то, он там пытается устроиться на работу или еще что-то. Но, тем не менее, все равно, конечно, разница есть. И поэтому программа строится определенным образом. Ведущий прорабатывает программу более тщательно, чтобы это было интересно разным поколениям. Потому что, по сути, это два разных поколения. 20-летний, 40-летний, 40-летний – это два разных поколения. И всем должно быть комфортно, всем должно быть максимально интересно. Как и, в общем-то, бабушкам, как и родителям. Всем должно быть максимально комфортно и интересно. А вы уже скачали файл, который я приготовила для невест, организующий их своей свадьбой самостоятельно? Нет? Тогда бегом в описание. Поэтому основной такой нюанс, это именно программа ведущего. Это первое. А второе, это музыкальные подложки. Потому что то, что нравится по музыке вам, не всегда может нравиться вашей второй половинке. Есть второй половинке, который очень лояльно ко всему этому относится. Ну, мне без разницы, что там будет играть. Нравится тебе Radio Energy? Пожалуйста, пусть там играют все песни с Radio Energy, вообще никаких проблем. Есть вторая половинка, которая категорически говорит, нет, я вот хочу, чтобы была там музыка 90-х, 80-х и так далее. И вот это тоже такой моментик, чтобы было комфортно не только вам, как молодоженам, но и тем гостям, которые будут у вас на мероприятии, друзьям вашей второй половинки и так далее. Поэтому, когда вы будете согласовывать и подбирать ведущего, опять же, подбирая ведущего, это должен быть человек, который, скорее всего, какого-то среднего возраста. То есть это не молодой мальчик, 20-летний, который будет прыгать, потому что он может просто быть непонятен тем гостям, которые у вас будут на мероприятии. Он может быть непонятен гостям со стороны вашего супруга. Он может быть непонятен там родителям супруга. И здесь должен быть человек, который вот этот вот баланс может соблюсти, который будет среднего возраста, в общем-то. То есть, ну, вот такие основные такие моментики, которые нужно учесть.